Всем привет! Я не из бизнес-тусовки, я не предприниматель. Я обслуживаю бизнес и политиков. Я не продавец, я не менеджер, я тот человек, который помогает им остаться живыми. У меня есть 45 минут, и я попробую вам объяснить очень коротко о том, что такое стрессоустойчивость, почему вы попадаете в клинику неврозов, почему вы попадаете с депрессией к психотерапевтам, к психологам, почему у вас возникает язва, бронхиальная астма, тахикардия, панические атаки и так далее. Я так думаю, что половина зала – это предприниматели, половина – это менеджеры. А можно попросить вас поднять руки, кто является собственником бизнеса? Так, супер. А кто является менеджером или ропом? Примерно 50 на 50, да, наверное? Супер. Вот почему я спросил. Когда я занимаюсь предпринимателями, они сразу понимают, о чем идет речь. Даже интуитивно, потому что все они имеют большое количество стресса и так или иначе с ним справляются. Менеджеры меньше понимают, но тоже иногда их из Москва-Сити вперед ногами выносят с паникой, с депрессией, с переутомлением, но больше знают собственники. Я коротко представлюсь, кто и чем я занимаюсь вообще в принципе. Я 10 лет занимаюсь неврозами. Если кто-то знает такое слово, как вегетососудистая дистония, панические атаки, страх за здоровье, ипохондрия, обследование, постоянные чувства нехватки воздуха, тахикардия, тахиэритмия, экстрасистолы, кишечник, желудок и так далее. Вот этим я занимаюсь 10 лет. Проблема в том, что я занимаюсь эти 10 лет последствиями. То есть ко мне приходит предприниматель или какой-то общественный, скажем так, деятель, или менеджер, или просто домохозяйка и говорит, вы знаете, мне уже все. Как бы я уже умираю. И я 10 лет занимался именно вот этим вопросом. То есть я занимался коррекцией всех этих вопросов. Кстати, кому интересна тема панических атак, у меня есть канал на ютюбе, он называется Невроза Мегаполис, он абсолютно бесплатный, все упражнения, справитесь с паникой, если кому надо, если кто очень боится умереть в метро или по дороге на работу или в офисе, там есть огромное количество бесплатных лекций, Невроза Мегаполис, очень просто в ютюбе набрать. И по поводу всего остального, там тоже очень много бесплатного. Канал основан в 2011 году, он один из самых первых в России, кто вообще об этом стал говорить. Так вот, и я в какой-то момент задумался, а почему бы не сделать так, чтобы собственники или первые лица компании не доводили себя до такого состояния. Потому что, откровенно говоря, видеть кислые и зеленые лица первых лиц уже как-то стало страшновато. Да, потому что продажи – это хорошо, объемы – это хорошо, план – это хорошо, но есть еще как бы здоровье. И когда ко мне попал человек из десятки Forbes, молодых миллионеров до 33 лет, и я понял, что все совсем тяжело. Потому что человек имеет капитализацию, имел тогда 38 миллионов, он вышел в кэш по курсу 78. Тогда он успел хорошо продать свой бизнес. У него IT-компания, и в общем он продал бизнес американскому менеджменту. И я понял, что эта проблема вообще очень повсеместная. Будь вы миллионером, будь вы школьником, будь вы студентом, будь вы начинающим менеджером – паники, перегорания, эмоции. И у нас есть два таких момента. Есть личная сфера, есть профессиональная. Представьте себе, что вы собственник бизнеса. Вот тут поднимало руку примерно на 50% людей. Вы вкладываете миллионы рублей, может быть даже долларов. И вы хотите, черт побери, чтобы ваша компания нормально работала, чтобы ваша команда не срывалась, чтобы ваша команда принимала грамотные решения. А вы знаете, да, что когда у нас поднимается эмоциональный градус, что происходит? У нас мозги отключаются. Мы говорим слова, которые сказать, говорить не нужно. Мы делаем поступки, которые делать необязательно. А если вы политик, то это вообще профнепригодности, дипломат. А есть кто-нибудь из МГИМО? Международные отношения нет? Но вот они прекрасно понимают, о чем я говорю. То есть мы сначала думаем, а потом говорим. А не сначала говорим, а потом думаем. Вот это называется эмоциональный интеллект. И я сегодня хочу вас с этим познакомить. Я ничего продавать вам не буду. У меня уже все продано. Sorry. Да, просто меня Алексей позвал, чтобы вам, как собственникам, как менеджерам, хотя бы понять, куда глядеть. Что читать, что изучать, потому что продавать мне нечего вам. У меня уже все, фул. Так вот. У вас есть профессиональное и есть личное. Это личная жизнь, это отношения, это свекровь, теща, это болеющие кошки, это жена дома, или это любовница, или любовник, или вы не можете определиться, уйти от этого товарища или нет. Вы думаете, блин, уйти или остаться. Если я уйду, с кем я еще буду, может, я никому не буду нужна, сейчас он не нужен, хоть он, конечно, и уже 7 лет как бы, ну, как бы все тяжело, но в принципе нормально, если присмотреться так как бы и не сильно. Ну, в общем, очень терпимо. Если в личной жизни есть эмоциональные проблемы, это будет сказываться на вашей работе. Если вы собственник или если вы менеджер 100%, потому что если вы там поднимаете градус до невротизации, сейчас мы об этом поговорим, вы не можете концентрировать фокус на плане продаж. Вы не можете концентрировать фокус на мотивации вашей команды, если вы роб. Вы постоянно головой уходите в эмоциональное обдумывание то, что у вас происходит дома с девушкой, с мужем или с женой. Потому что у мозга есть физиологические процессы. И то, что я сегодня вам буду говорить, это нейрофизиология. Это не притяни себе богиню, открой в себе седьмую чакру, притяни себе, там, я не знаю, Дональда Трампа, Насахасрару. Нет. Мы будем говорить с вами исключительно о нейрофизиологии, то, что мы обсуждаем на TED. Кто знает TED? Круто, но мало. Это, да, это международная конференция именно научного сообщества. Не всяких там экстрасенсорных магов, которые хотят материализовать вам сколько миллион долларов. Нет. Это история исключительно науки. Поэтому я представитель научной ассоциации, называется она «Когнитинопедемическая психотерапия». Завтра я буквально утром уже буду в Питере читать две лекции на международной конференции в ассоциации когнитинопедемической психотерапии имени клиники Невроза имени Павлова. Так вот, если вы дома стрессируете себя, и у вас поднимается градус, вы теряете фокусировку. Вы не можете думать о работе, вы не можете думать о плане, вы не можете думать стратегически. То же самое происходит, если вы на работе слишком эмоционально относитесь к процессам. Вот сейчас мы об этом поговорим. Алексей, когда меня представлял, спрашивал, кто считает себя стрессоустойчивым. Вот здесь возникает очень большая проблема. Я консультирую как в частном порядке, так и компании. И когда я прихожу в компанию, и мне генеральный директор или собственник говорит, поговори с моим HR. И ко мне подходит HR. Серьезная женщина, и как правило очень серьезная женщина. И я говорю, что такое стрессоустойчивость? Вот у вас седьмой пункт в резюме. Стрессоустойчивость. Он говорит, да или нет? Все говорят, да. Я говорю, а что такое стрессоустойчивость? Самый популярный ответ. Сейчас скажу. Но мне интересно, а вот кто может предложить свою версию? Что такое стрессоустойчивость? Давай. Способность адекватно реагировать в стрессовых ситуациях. Так, еще версия. Держать удар. Еще. Поведение в стрессе. В состоянии стресса. Так. Вот, да. Вы, в принципе, немного лучше знаете, чем директора HR в Москве. Да. Потому что в большинстве случаев мы будем плясать о способности выдерживать стрессовые ситуации. Держать удар. Пойти вечером бухнуть. Да. Снять стресс. Или еще каким-то образом там, походи по мне каблуками. Назови меня там засранцем. Ну и так. В общем, каждый там снимает как угодно стресс. У них вот такая концепция. Но на самом деле в Соединенных Штатах и в мире науки это не так. То, что вы там сублимируете свои сексуальные фантазии, это одна история. Это не про стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость – это способность человека иметь навык не стрессировать себя, что бы ни происходило дома или на рынке в компании. Вот все говорят, Леша, а почему Вадим Вадимович такой? Можно по-разному относиться. Сразу говорю к этому человеку. Мы сейчас не про политику. Почему он вообще, к чему он ест? Мне как-то Алексей Пазан говорит, а что Путин принимает? Может, таблетку там куда-нибудь вставить надо, чтобы работать, чтобы, да? Ничего не принимает. Ест, плавает, спит, принимает решения. Он такой же, как и вы. Разница в одном. Он не стрессирует себя. То есть, в принципе, я думаю, что если бы каждый из вас вместе взятых поработал бы неделю в этом режиме решений, ответственности, ритме, вы бы, в принципе, уехали вперед ногами через несколько часов. Вот. Поэтому это навык. Прежде всего, надо понять. Давайте себе сейчас просто запомним. Стрессоустойчивость – это навык. Навык – это нейрофизиология, которая развивается посредством 21-66 дней. Это не тренинг. Давайте все станем стрессоустойчивыми. Давайте скажем, я стрессоустойчив. Нет, это не так. Это не то вообще. Это навык, который вы осознанно отрабатываете каждый день в течение месяца-двух. Это привычка, если хотите. Вот кто знает, что такое привычка? Вы знаете, что привычка – это навык, который вы повторяете, повторяете, повторяете. Так вот. Стрессоустойчивость – это способность и навык не стрессировать себя, чтобы не произошло. Как вам кажется, почему у вас есть такое ощущение, что стрессоустойчивость – это способность выдерживать стресс? Потому что у вас есть мысль о том, что есть стрессовые ситуации и есть нестрессовые ситуации. На самом деле это не так. На планете Земля вообще нет понятия стрессовых ситуаций. Вообще. Есть понятие физиологический стресс. Например, кто ходит в спортзал? Ой, как хорошо. Девочки приседают уже наконец? Да у нас? Супер, супер, отлично. Если мы говорим про стресс природный, то мышечное волокно, поперечно-волосатое, вериценообразное, оно подвергается стрессу с точки зрения кинезиологии. Когда векторные силы двигаются определенным образом, на процессе разрыва происходит определенный надрыв, микронадрывы этих волокон. Это является стрессом для организма. Затем, когда вы начинаете правильно кушать, восстанавливаетесь, ваши мышечные волокна восстанавливаются, и рефлексорный организм восстанавливает это волокно немножко больше, что называется гипертрофия. Вот это называется стресс для организма. Он позволяет вам стать лучше. Но с точки зрения психологии стрессов не бывает. Вот удивитесь, ваши акции упали, вам сказали, что вы земляной червяк, пришел пьяный муж, точнее приполз, вам обещали жениться, не женились, обещали шубу, не купили шубу, у вас был план 5 миллионов, сделали 2. Это не стресс, это событие. А вот как вы отнесетесь к этому, вот тут и будет рычаг. Если вы отнесетесь к этому автоматически, стрессогенно, как вы привыкли за многие годы, то вы и ведете в себя стресс, который отобразится на вашей физиологии, на вашей вегетатике, и который отобразится на вашем поведении и на вашем эмоциональном состоянии. А можете выбрать не так отнестись к этой ситуации и отнестись к ней более эмоционально, корректно, при этом сохранив собственные точки зрения, позиции. Это очень похоже на дипломатию. Вы никогда не увидите дипломата на высоком градусе. Вы никогда не увидите серьезного предпринимателя на высоком градусе. Как правило, у них достаточно такое ровное состояние, даже если вы их называете земляным червяком. Ну, Жириновского не берем, там отдельная история, она связана исключительно с политтехнологией. Политехнология – это как раз то, чем я занимаюсь отчасти тоже. Потому что, понимая, как работают эмоции у людей, можно заранее понять, какой выбор они сделают. Но об этом не сегодня. Так вот, что же составляет вас выбирать стрессировать себя или не стрессировать? Как вам кажется? Вот смотрите, возьмем, тут есть много девушек, возьмем трех девушек. Три девушки в один день, во воскресенье, сделали дорогой французский маникюр. Френч дорогой, дали кучу денег, еще стразик себе наклеили. И в понедельник она выходит на работу, открывает подъезд и ломает ноготь. Все три. И одна говорит, вот я тварь, а? Не могу нормально с ногтями походить хотя бы несколько дней. Что ж такое-то, а? Все. Бросает все, уходит наверх, заказывает пиццу, сгущенку и начинает есть. И ругать себя. Вторая девушка, ломающая ноготь, говорит, ну все. Теперь все подумают, что я лошара и денег на коррекцию не хватает. Или вообще не хватило на один ноготь. И буду думать, что я какая-то голодранка. И будет весь день ходить и прятать руку в карман, сломать, да, все хорошо, просто там это, чашется у меня еще. И есть третья девушка, которая сломает ноготь и скажет, ну да, бывает, это очень, ну, жаль. Но так случается. Это вовсе не говорит о том, что я какая-то конченая тварь. Так бывает. Я просто в следующий раз буду более внимательнее, если я сделала длинные когти себе. И поехала заниматься своими делами. И через два дня она пошла, сделала коррекцию и посмеялась уже об этом. К чему мораль всей истории? Одна и та же ситуация. Будь то фондовый рынок, будь то муж, жена, дети. У всех людей одни и те же ситуации будут вызывать совершенно разную реакцию, совершенно разный уровень стресса и совершенно разные слова, действия и результат. Вот почему вы все разные. Не потому, что у вас там гинокод разный. Это да. Но по большому счету, если вы будете изучать биографии успешных людей, вы увидите много закономерностей. Вам про них рассказывают. И одна из этих закономерностей – эффективно управлять собой в период накопившихся решений. или которые необходимо принимать прямо сейчас, либо которые надо принимать в результате каких-то плановых действий. То есть лидеры, компаний, государств. Это не какие-то марсиане, которых отливали, знаете, где-то там специально. Это либо люди, которые привели себя к этому навыку, либо этот навык не мог у них не развиться посредством определенных обстоятельств в бизнесе или в жизни. А есть другие 95%, у которых муж там что-то сделал, девушка что-то сделала, кто-то что-то сказал, где-то кто-то в прессе что-то написал, кто-то где-то как-то сказал, и все. И вы уезжаете из Башни Федерации с паническими атаками, вы начинаете думать о своем сердце, о своем здоровье, вы начинаете орать на своих подчиненных, про вас говорят, что вы какая-то странная женщина, которой что-то не хватает в этом жизни. И все. И добрый вечер. Поэтому здесь очень важно понимать, что стрессоустойчивость, эмоциональный интеллект – это гораздо больше. И я вам могу откровенно сказать, что это то будущее, которое будете видеть в Ютубе и в России в последующие 10 лет. потому что вот это вот, оно уже будет сейчас неинтересно в России и в мире, оно уже ушло. Сейчас идет эра интеллекта, как компьютерного, так и человеческого. Да, это в какой-то момент это соединиться. Поэтому прокачивать свои навыки необходимо не только в каких-то манипулятивных вопросах, что в принципе уже тоже отмирает, потому что умными людьми особо не поманипулируешь. Они говорят, ну я уже знаю это, ты можешь мне рассказывать, давай я тебе сам что-нибудь продам, чтобы ты оттуда ушел только. Вот, поэтому здесь вопрос заключается в вашей осознанности, в вашей эмоциональной зрелости. Давайте сделаем одно упражнение из нейрофизиологии. Хотите, познакомлю вас с эмоциональным интеллектом с точки зрения головного мозга? Вы удивитесь сейчас. Я не чумак, не колдун. Закройте глаза, бояться не стоит. Гипноза тут не происходит. Просто закройте глаза, не бойтесь. Представьте себе лимон желтый, не бойтесь. Желтый лимон, фрукт. Разрезаем его пополам мыслительно. Мыслительно режем лимон пополам. А теперь начинаем выжимать часть лимона и капаем себе лимонным соком на язык. И представляем себе лимонный сок, который капает вам на язык. Девушки, сок представляем себе лимонный, который капает вам на язык. Представляем просто лимонный сок, который капает вам. отлично спасибо можно открыть глаза поднимите руки у кого есть ощущение что слюна выделяется так вот чуть-чуть о смотрите что происходит павлов получил за эту нобелевскую премию я вам я вам я может быть странно выгляжу но вы сейчас поймете все я читал все книги по эмоциональному интеллекту россии я в шоке это вообще не про то я не знаю кто их писал но они вообще не про это а вот то что вы сейчас сделали ваша вегетативная нервная система сработала ваши подчелюстные слюные железы изнаушные слюные железы получили команду от головного мозга какую выделить слюну и слюна появилась так факт факт проверить можем измерить можем фистулы можем ставить можем измерить можно научно второе какую кто какой орган дал команду железам головной мозг значит был какой-то сигнал и импульс для этого внимание а лимон у вас был во рту нет что это доказывает это доказывает основы эмоционального интеллекта ваши реакции определяет не события а образы вы поймите что мозг не может вылезти вот так искать так привет нам угрожает опасность лет по моему не очень это лимон или не лимон так не работает голова ваш мозг в коробке черепной он вообще не видит где вы он вообще не видит этого мужа эту лужу под ним он вообще не видит эти цифры на вашем балансе в экселе или в серые м маша ты что он вообще этого не в к вообще не видит этого там темнота там есть только образы вот та слюна которого сейчас выделилась это физиология тела на образ а лимона не было хотите другую другой еще раз пример что вы просто взбодрились поднимите руку кто мастурбирует а нет не надо а есть три времени окей это другой форум извините а есть три времени прошлое настоящее и будущее не про мастурбацию мы сейчас поговорим чуть-чуть а прошлое настоящее и будущее вот вы можете лежать в черной комнате закрытыми глазами и вспоминать что какая была турецкая ночь ветер обдувал мои плечи он ваш он обнял меня помните поняли да и вы чувствуете физиологическое какое-то состояние но мы не будем сейчас детализировать да но вы понимаете что вы лежите блин в черной комнате а вам как-то дышится по-другому что-то где-то происходит и как бы вы поняли а никого рядом нету вот так работает ваш эмоциональный интеллект то же самое происходит когда у вас что-то происходит на дороге прямо сейчас сейчас и мозг не видит что вас подрезали и что он хотел намеренно вообще вас считает земляным червяком и вообще он специальные вообще вас унизили только что и вообще-то так ужасно и вообще если вы сейчас не ответить вообще не пацан он вообще не в курсе кстати про вот эту историю про прямо сейчас идет парень начинающий предприниматель он был директором отдела продаж хороший показал результат решил сделать собственный бизнес у него хорошо получается только быстренько в сторону и он пришел отметить свою свою начинку и начинание у него хорошие перспективы и он идет по бару и навстречу ему выходит мужчина немного перепивший и чуть-чуть случайно задевает его плечом и это видит некоторое количество людей наш герой разворачивается и говорит слышь ты чё и тот тоже разворачивается и говорит на чё и толкает нашего героя то есть слова со словами ну и чё и наш герой думает если сейчас не отвечу я буду лошарой если сейчас не отвечу я покажусь слабым меня будут осуждать я себе этого не прощу там происходит целый калейдоскоп мыслей за долю секунды он бьет ему в челюсть тот от неожиданности подскальзывается падает ударяется виском и умирает и наш герой уезжает на семерочку и заезжает на хату и сидит и говорит чё я сделал парень шел к успеху это вопрос реальный это не просто сказки со сцены со словами давайте начнем это вопрос который вы должны себе задать сами я управляю эмоциями или они управляют мной многие из вас читали наверняка вот я выступал алексей на предыдущем мероприятии и передо мной выступал спикер михаил очень известный человек в мире бизнеса и он говорил очень правильные вещи надо поменять свое отношение к ситуации абсолютно согласен но за 10 лет в россии я не знаю никого кто сказать скажет вам как поменять отношение надо правда надо проще относиться правда надо быть осознанным правда а покой но вот из чего состоит отношение вы знаете но чтобы починить что-то надо знать как она работает правда же из чего строится ваше мировоззрение из каких элементов вы в курсе но чтобы что-то поменять надо понять как она работает вы не знаете вам надо просто поменять отношения забей чё ты забей ну бухает он у тебя ну забей но нет у тебя продаж но вафлит у тебя менеджер не на не стрессируй себя вот я постараюсь вам очень постараюсь успеть рассказать вам об этих им небольших элементах так вот и вот здесь возникает очень важный такой момент что есть три времени до мы про мастурбацию чуть говорили и есть настоящее и есть будущее вы сидите в отделе продаж все ушли и вы говорите если сейчас мы его план не выполним будет вот так вот а потом будет вот это если я не смогу все подумают что я лошара я должен доказать себе что я вообще мужик если я должна ему доказать что я могу зарабатывать деньги иначе я вообще непонятно кто и вас начинается калейдоскоп на будущее вывод номер один первое эмоции и вегетатику создают не события не слова а образы которые профессор фройд назвал интерпретации никаких слов и ваши и даже если вас назвали плохими словами в кавычках это не повод для эмоций у вас входит просто события а вот там она расщепляется на интерпретацию и стрессируете вы себя посредством того как вы интерпретируете это первое и ровно также ваша физиология реагирует вы можете прямо сегодня вечером посмотреть просто сконцентрируйтесь на ситуации когда у вас поднимается гнев и вы увидите что на самом деле не сама ситуация сначала сначала происходит ситуация вы об этом что-то думаете просто вот этот лак который сейчас изучает ted это и есть проблема между ситуацией и реакцией вы атрофировали за неиспользованием этот навык знаете как копчик у вас просто нету понимания что между событием и между вашей эмоциональной и физиологической реакцией есть процесс целый и сегодня нейрофизиология в ужасе от того что мы тут целые процессы просто не настолько у вас атрофировано что вас это пролетает вот так вот я вам говорю например тысячи кюри дарим какая эмоция якша младш эмоции нет да а почему на систем как я знал что блондинки знает турецкий вопрос почему интерес а мы не будем об этом я сейчас вам немножко сказал парочку фраз на турецком языке можно на индонезийском перима к себе баян могу еще там на какой-нибудь но в любом случае вас не будет эмоций почему событие которое заходит вам сейчас сюда вы не можете его никак что считать нормальное ненормальное правильное неправильное хорошее нехорошее согласны у вас лак а когда вам менеджер говорит слышь ты чё сегодня сделал вообще у вас сразу возникает интерпретация да или когда что-то происходит то есть вам надо будет внимательно следить за тем как вы интерпретируете события это навык у меня минимальный мой тренинг идёт сначала два дня потом у меня менеджеры выходят на практику на две недели в свои поля потом я встречаюсь еще один день потом ещё 2 недели потом ещё один день потом еще две недели и еще один день вот как выглядит правильный тренинг который развивает навыки Я могу, конечно, с 10 до 6 вам рассказать про вот это все, но вы выйдете и через 2 часа скажете, ну и что? Все были на тренингах, которые с 10 до 6 очень классно вам рассказывали о том, что успешный успех и что надо вообще все сделать. И через сколько дней вы забыли про это? По-моему, на утро. Потому что навык и тренинг – это отработка навыка. Навык крепится посредством двух месяцев. То есть мы читаем 2 дня лекции, проходит 2 недели, мы придем и закрепляем. Потом еще проходит 2 недели, мы приходим и закрепляем. И тогда я могу гарантировать своим собственникам бизнеса, что они вложили 500 тысяч рублей в свою компанию не просто так. Они говорят, блин, действительно, через 2 месяца мы охренели. Меня больше это не парит, чувак. Но это вот важно понимать. Давайте кто-то пишет, кто-то не пишет. Первое, из чего состоит мировоззрение. Ну вот так вот, по-простому что ли. Я постараюсь вам сегодня дать еще упражнение, которое будет для вас эффективно прямо сегодня. Кто хочет научиться держать паузу между эмоциями? То есть, например, когда вас кто-то взбесил, урод какой-нибудь, ну клиент, например, вы же все продавцы, бесит клиенты. Ну, задают странные вопросы, переспрашивают, вы только что рассказали комплектацию, вы только что объяснили все по системе, по алгоритму прошлись, как у вас это называется, скрипт, да? А он говорит, а кстати, а сколько это стоило? И вы начинаете все заново, да, грубо говоря. Кого бесит? Кто хочет научиться делать паузу, чтобы подумать? Отлично, супер. Вот, когда у вас поднимаются эмоции, очень важно на этапе у моих учеников научиться делать паузу. Потому что, когда у вас поднимаются эмоции, вас прям подмывает сказать что-нибудь, да, прям уволиться, уволить, сказать что-нибудь плохое, дать скидку, сказать, ну ладно, 15, все, да, или еще что-то, то есть, или сказать какие-то слова, которых вы пожалеете. Вот я вам дам сегодня упражнение, которое позволит вам уже сегодня, буквально через 5 минут, научиться этому навыку. Это эмоциональный интеллект для первых лиц, причем не только компанией по секрету, вам скажу. Кто видел, что политиков в руках обычно? Ручки. Ну, сейчас у нас термос, ну там, чай с молоком, но дело не в этом. Я вам расскажу упражнения, которые используются в дипломатии и в высокой политике, окей? Можете вы сами применять уже сегодня. Но прежде всего мы поговорим о том, из чего состоит мировоззрение. То есть, как ваш мозг считывает то, что вас послали или вас уволили, или вам сказали женюсь и не женюсь, да, тут много девушек тоже и парней тоже очень много. Но давайте такой пример. Я его назвал в своей работе принципом лабрадора. Представьте себе ситуацию. Девушка встречает малого человека. У них завязываются отношения. И она говорит, он такой клевый. Он вообще вот такой, такой, такой. И это столько, и это так, и здесь вот так. И вообще он какой-то идеальный засранец. И у нее рисуется картина, что примерно через полгода он сделает ей предложение на берегу реки Гудзон в Нью-Йорке. И потом они полетят в свадебное путешествие. И потом у них родится дочь, которая пойдет заниматься художественной гимнастикой Кореневины Русмановой. Потом родится сын, который пойдет заниматься хоккеем. И потом они купят дом на берегу, там еще чего-нибудь. У них будет бегать лабрадор белый, да, и топтать газон. И вот у нее такая картина. И он приходит на следующий день, говорит, ты знаешь, нам надо расстаться, ты мне не подходишь. Она говорит, как? У нас лабрадор, ты что, гонишь? Как расстаться? Как расстаться? У меня вообще... У нее начинается проблема. У нее все, что она нарисовала... Применяйте на бизнес, пожалуйста, окей? Все, что она нарисовала, у нее что? Ну, упала вообще. Темнота, обрыв спереди, в психологии это называется. Все. И у нее что? У нее реактивная депрессия. Она вообще не знает, как жить. Она приползает зеленое-желтое к тебе в кабинет и говорит, я не хочу жить, у меня вообще жизнь кончилась. Я говорю, сколько тебе лет? Она говорит, 18. Я говорю, клево. Вот это большая проблема. То есть первое, давайте запишем, это ваши, черт побери, ожидания. Я сейчас буду, не буду, наверное, физиологии вас больше грузить, а то вы испугались слюны. Проще буду сейчас говорить. Ваши ожидания. Ожидания. Если вы подумаете после моего занятия или сегодня вечером, то вы вспомните, что все ситуации по бизнесу, по работе, по организации, по продажам, когда у вас поднимается градус даже дома, в жизни личной, задайте вопрос, а вот что там Леша сегодня про ожидания нам говорил? И задайте себе просто вопрос, а где в этой ситуации были какие-то ожидания, которые пошли в противоречие, которые не реализовались? И вы увидите, что вы ожидали, что ваши мамы и папа сделают так или скажут так, а они сделали не так. Вы ожидали, что ваш отдел продаж будет отвечать по телефону по скрипту, который вы писали две ночи для них, а они засранцы такие, говорят, а мы сами. То есть вы ожидали одного так или иначе в формуле, в реальности что? Абсолютно другое. Многие из вас скажут, ну да, а как по-другому? А вот тут начинается проблема. Когда мы занимаемся первыми этапами обучения, мы пытаемся объяснить людям, что есть ожидания, мы их еще называем должествования. Но это на русский сложно перевести, на английском это звучит как must, да? Обязательство или beliefs как убеждение или верование. Вот, чтобы по-русски это сказать, это выглядит примерно так. Вы требуете в виде ожиданий. Он должен, ну произнесите сейчас все про себя. Он не должен был так себя вести. Про себя, пожалуйста. Давайте. Он не должен был так себя вести. Какая эмоция? Ну, сейчас понятно, никакой вы все сосредоточены на меня. Но если в жизни вы подумаете, он не должен был так себя вести, она должна была сделать по-другому. А теперь в этой же ситуации произнесите просто другую фразу. Я бы не хотела, чтобы она так себя вела. В чем разница? Разница в чем? Тут даже фишка не в фокусе. Фишка в том, что когда вы понимаете ситуацию, она не должна была так себя вести, у вас слишком директивная и жесткая концепция в голове. Когда вы говорите, я бы хотела, чтобы она вела себя иначе, у вас концепция пожелания в голове. Это не говорит о том, что вы должны поставить щеку и сказать, да, конечно, окей, я понимаю. Нет. Мы сохраняем позицию, мы сохраняем свои аргументации, но мы не стрессируем себя, потому что стресс создается посредством жестких убеждений. Как должно, как не должно, как правильно, как неправильно. Земляной отчерфь, если я потеряю нишу или нет. Знаете, сколько ко мне пришло ребят из одного известного сообщества за последние года три? Я охренел. Я не буду называть эти имена, но половина людей приползло со словами я не сделал 300 и я дебил. Я понимаю. А они в отделении неврозов уже лежат, потому что пять лендингов, 300 если я сделаю, все давай, давай, давай. И вы не представляете, что с людьми происходит? Не все способны выдерживать это, если у них что-то не получается, потому что я должен, если не так, то я такой-то, если я не так, я не докажу маме, папе, что я что-то из себя представляю. А вы задумывались вообще, а какой вы смысл в бизнес носите? Хотите секрет один? Я, правда, не планировал про это. А знаете разницу успешных предпринимателей и не очень? Одну из фишек такую. Сейчас что-то вывалилось из головы. Как предприниматели относятся к бизнесу? Ну, миллиардеры изначально. С самого начала они относятся к этому как к фану. А дай попробуем. Дай попробуем. Дай вложим по 500. Ну, давай. А если не получится? Ну, жаль. А вы как относитесь? Я должен заработать миллион и доказать Наташке, что я был нормальным. Я должна поехать перед этой сукой на белом Мерседесе. Иначе я вообще какая? Вот меня мама говорила с папой, что я дура. И я им докажу, что это не так. И приеду, кэш достану и скажу, поняли я, блядь? И если вы пришли в бизнес с этой идеей, я вам выпишу билет в клинику неврозов имени Бехтерева. Со скидкой. Потому что вы попали. Вы как Титаник долбанный движетесь на айсберг, где рулевой вообще бухает. Он смотрит тренинги. Он не видит, куда он идет вообще. И если вы приносите в бизнес вот эту мотивацию, если на вашем пути возникнут преграды, у кого может не пойти ниша? Такое бывает в жизни? Ниша не пошла. У кого не шла ниша? Что-то вы начинающие, да? Я понял. Может не пойти ниша, может не пойти продажи. На пути этого бизнеса будет огромное количество препятствий. Успешные предприниматели из этого делают фан, из этого делают попытку. Давай попробуем. А если вы в это несете психологическое доказательство, то все преграды, понятно, о чем я говорю, да? Все преграды, партнеры подставили, контрагент подвел, таможня задержала фуру, заблокировали веерные адреса, сайт повис, а у вас акция. У меня там один уже в шоке. И вот это надо понимать, что все проблемы, которые будут происходить на пути вашего становления как предприниматель, будут вами реагироваться, если вы в бизнес несете личные доказательства значимости. И пока мы это не поднимем, черт побери, вы не поймете, почему вас так шарашат, когда что-то идет не так. И то же самое в личной сфере. Кто там что должен и кто что не должен. Если у меня нет этого, если у меня нет этого, то я какая-то, а без него я никакая, а без этого я тоже никакой. Первое, мы записали, это ожидание. То есть над чем бы я рекомендовал бы вам задуматься. и подумать, в чем разница между требованием и ожиданием. Второе, что я бы вам, наверное, проще всего порекомендовал бы сейчас, это такое понятие, как оценочное осуждение. Там на самом деле 10 элементов, просто если про каждый говорить, это будет до утра. Я думаю, что манихин мне не разрешит. Не потому что он плохой человек, потому что у него регламент, у него носки клевые сегодня. И второе, это оценочное осуждение. Что такое оценочное осуждение? Какое? Да. Какое? Какие? Какая? Какое? Плохо? Хорошо? Нормально? Ненормально? Правильно? Неправильно? А вы в курсе, что на нашей планете этого не существовало никогда? Многие не очень. Многие выросли в парадигме нормально, ненормально, красиво, некрасиво. Нету на нашей планете красиво и некрасиво, нормально и ненормально. Не бывает такого. У нас есть феномен на планете. Солнце светит, это хорошо или плохо? Дождь идет, это хорошо или плохо? Шторм, это хорошо или плохо? Тигр сожрал зебру, это хорошо или плохо? нету на планете этого вас этому научили и когда мы переходим в отношении к миру на финна феноменологический подход когда вас послали нафиг и это феномен это не это не нападение это не угроза это не измерение сантиметрами и длиной бампера и торчащими сосками нет это феномен человек имеет какое-то эмоциональное состояние он что-то про меня думает он имеет свою интерпретацию он как-то думает об этом и об этом он делится своим мнением делится достаточно эмоционально у него свои убеждения но вы стоите на него смотрите и говорите окей ты не согласен давай это обсудим какие эти аргументы чё кричать он орёт брызгать слюной как это так и ребят и вы не изовводитесь потому что вы не поддаётесь истории что это вас говорит и вы должны ему ответить он должен понять он должен быть и ваши положения он должен услышать это он должен понять понимаете примерно я и говорю что такое и стресс устойчивость вы не цепляетесь вас это не трогает то есть 2 это оценочные осуждения как это проверить сегодня вечером когда у вас сегодня вечером что-то забомбит, причем не обязательно сильно. Задайте себе один вопрос. Где мои ожидания не реализуются? Раз. Как я интерпретирую то, что произошло? Например, она не должна была так себя вести, потому что? Он должен был так сделать, потому что? Или я обязан это успеть, потому что? Это говорит обо мне, это означает, что он меня не уважает, это означает, что он меня не слышит, например, вы злитесь на своего ребенка. Вы никогда не задумывались, что между действием ребенка и вашей реакции под названием «ты что?» происходит целый процесс под названием «если он меня не слышит, это означает, что я какая-то плохая, неуспешная мать». Если он меня не услышит, он вырастет дворником или проституткой на Ленинградке. Если он меня не будет слышать, он не сдаст ЕГЭ, он не пойдет в нормальный институт, и вообще все скажут, кому-то вырастила тварь. Вы даже не задумываете, что между ситуацией, где вас не слышит ребенок и ваша реакция, происходит целый калейдоскоп у вас фантазии в голове, и вы просто на него злитесь. И вы даже не можете объяснить, почему вы взяли Том Пушкина и дали ему по башке. Ну это как-то само. Оно само взяло и само удалось как-то. Вообще это актуальная тема «само удалось», но это не этот форум опять. Упражнение. То есть давайте начнем просто с двух навыков. Ожидание, оценочное суждение. Просто попытайтесь начать это видеть хотя бы. Я уже буду вам очень благодарен. Запишите вопрос, который сохраните на всю жизнь. Как я сейчас себя страссирую? Как я сейчас себя злю? Вот у вас планерка или проект, неважно. Вы чувствуете, накипает? Уйдите в сторону, возьмите паузу, сядьте и скажите, так, подожди, как я сейчас себя злю? Как я сейчас себя стрессирую? И у вас начнется открываться определенные процессы. Они не должны, они должны, ну что так ненормально, ну я же объяснила, ну почему? То есть выпишите все это. Вот это нельзя оставлять в голове. Вот когда эта информация пошла, вы писаете, они должны были понять. Они не должны были то-то-то, они должны то-то-то-то. Все это должно быть выписано на бумагу. Потом очеркните линию и спокойно объясните себе письменно в виде «я бы хотела», «пожелание» и «план действий». Да, действительно, они не поняли. Возможно, потому что, возможно, потому что я буду действовать так-то, так-то, я буду действовать так-то, так-то. С чего я взяла, что это означает, что я такая-то, и такая-то, и такая-то. Вот вам элементарная рекомендация. И я заканчиваю. У нас упражнение для политиков. Понятно про вот этот момент? Ребят, мне нужно минимум часов 18, чтобы технологию вам передать хорошо. Последнее упражнение. Для тех, кто хочет научиться держать паузу, когда градус уже поднялся. То есть, чтобы научить вас градус не поднимать, мне потребуется определенный процесс с вами. Но пока вы учитесь, или пока вы... Будьте здоровы. Но пока вы в процессе, есть одно упражнение, запомните его. Если вы на переговорах, на встрече, и у вас потащило вас наверх, первое правило, никогда не принимайте решения на эмоциях, и когда вы голодный, и когда вы сексуально возбужден. Никогда. Я куплю тебе... Ты купишь мне шубу? Конечно, куплю тебе шубу. Куплю тебе шубу. Кончи меня, конечно, конечно. Все это закончилось. Что я сейчас сказал вообще? Зачем я это сделал? Вот я идиот. Зачем тебе шуба? Может, таблеточку? Вы не представляете, как это портит людям жизнь. То есть, когда вы на эмоциях, начинаете что-то делать, это трандец в вашем будущем. А потом вы не знаете, как разрулить это. А всего лишь навсего. Запомните одно. Никогда не принимайте решения на эмоциях, когда вы голодный, и когда вы сексуально голодный или возбужденный. Это очень простая рекомендация, но она у многих вас убережет. Потому что потом вы придете ко мне через 10 лет в кабинет, скажете, вы знаете, я вообще не хотел за нее замуж, просто так получилось. Второе упражнение. Когда что-то происходит в вашей жизни, и вы на переговорах или еще где-то, и вас потащил гнев, смотрите, что надо сделать. Запомните одно правило. У головного мозга есть принцип доминанты. Он не может фокусироваться на многих факторах. Он фокусируется только на одном. Вам надо принудительно переключить его на что-то другое. И самая лучшая рекомендация для политиков это переключиться на что-то физиологическое. Смотрите, вы говорите с человеком, у вас поднимается градус, вам хочется что-то написать, или сделать, или сказать. Чтобы взять паузу, и промолчать, и подумать, вам нужен лак в голове. Чтобы этот лак создать, вам надо переключиться на что-то физиологическое. Смотрите, есть 5 сенсорик. Зрение, слух, обоняние, кожа и осязание. Нюх. Вы можете выбрать одну из сенсорик. Например, в политике принято использовать сенсорику кожи. То есть вы можете положить руку на стол, а другую руку на брюки. Или положить две руки на стол, или палец положить на ручку. Ну, например... А, у меня нет ручки, да? Окей. Ну, где-то есть тут ручка. Спасибо. Ну, например, вы держите ручку. У вас конференция онлайн, да? И вам задают какой-нибудь вопрос, зачем вы нас убиваете. И вы устали об этом говорить, да? И вы можете сосредоточиться на том, очень детально, как вы ощущаете кожей каждое маленькое волокно ручки. Вот прям вы смотрите на оппонента, а вы весь концентрированы на ручке. И желательно еще ее сжать только так, чтобы камеры не заметили, что у вас кисти напряжены. Можно сжать пальцы ног в ботинках и сделать так, чтобы это было существенно болезненно, знаете ли. Можно положить руку на колено себе или на стол и ощутить текстуру стола. Фишка этого переключения в том, чтобы детально представить текстуру под кожей. Либо в ботинках, либо если вы держите ручку, либо если у вас рука на столе. Если вы сконцентрируетесь на 25 секунд на этом, пока вам задают вопрос или пока вы перефразируете или хотя бы на 10, у вас 5-10 секунд будет, чтобы просто сказать, давайте обсудим это в перерыве. Или, вы знаете, это очень хороший вопрос и мы обязательно к нему вернемся, но чуть попозже. Либо, вы знаете, это вопрос не по теме, давайте его пропустим. Или подойдите ко мне в перерыве. Или вы можете придумать встречный вопрос. То есть там много нюансов, как вы можете дать себе паузу, чтобы подумать ответ. Но самое главное, не начать кричать, слышь, ты что, я уже говорил, ну и пошло-поехало. То есть используйте сенсорику прямо сегодня. Пойдете в МакДак за кофе вашим, который мы все любим. Кто-то вам наступил на ногу, кто-то что-то сказал. Первое, ожидания, которые не оправдались. Второе, как я это оцениваю с точки зрения оценочного рассуждения. И когда захочется вам что-то сказать, переключитесь на какую-то физиологическую фишку. Не надо крутить это в голове, зачем она так сказала, зачем она так сделала, надо было купить, надо было продать биткоин, что я сделал, что я идиот. Вот от этого вот всего ничего хорошего вам не светит. Ну, я могу долго, но спасибо большое. Спасибо за встречу. Успехов вам. Успехов. Спасибо.